здравствуйте сегодня у нас гостях руководители клиники шумакова анатолий шумаков анатолий викторович здравствуйте здравствуйте скажите пожалуйста что нового в клинике ну если посмотреть погоду у нас за год клиника увеличилась на одну треть у нас появилась новая аппаратура которая для лечения позвоночника у нас очень много новых технологий увеличение ну например там межпозвонковых грыж это одно из таких сложных грозных заболеваний у нас много интересных технологий в лечении детей особенно например грудного возраста потому что чем раньше начинаешь заниматься ребенком тем более лучшие результаты ты получаешь в дальнейшем а сама клинике сколько лет самой клинике вы в этом году уже будет 17 лет вот и начали говорить про заболевания какие еще наиболее распространенные вы лечите мы наша клиника специализируется в основном на заболеваниях позвоночника на заболеваниях практически всех суставов крупных там тазобедренных коленных так далее и на заболеваниях различных то что связано с позвоночником у детей достаточно часто сейчас бывают родовые травмы детей и вот с такими проблемами мы в основном и работаем про грудячков бытует мнение что не стоит часто делать массаж что можно навредить как вы считаете ну во первых массаж массаж массажу рознь все зависит от специалиста который занимается но я скажу что есть такой тезис что органы движения можно лечить только с помощью движения это наиболее эффективно и массажист он как раз помогает восстановить те объемы движения которые у ребенка должны быть ну буквально самого рождения а процесс например родов он такой травматичный у кого-то пошло что-то не так кто-то был не готов к родам на такое тоже достаточно часто бывает и получается что где-то в шее заблокировалась где-то там в грудном отделе позвоночника или таз сместился и это все по поправляет не только массажист но и иммунальный терапевт то есть доктор он восстанавливает подвижность позвонках восстанавливает подвижность костях черепа так чтобы мозг мог свободно дальше хорошо развиваться чтобы было нормально краснабжение мозга чтобы было нормальное питание мозга и поэтому например приносит ребенка ему там например уже шесть месяцев а он еще голову не держит и вот с такими детьми работаешь или например приносит ребенка он плачет по ночам не может остановиться и непонятно почему начинаешь его смотреть и видишь что у него внутрь черепное давление отправляешь на узи шейных позвонков есть такой метод исследования и там обнаруживают например смещение позвонков самих вот это все устраняешь и тогда начинает ребенок держать головку тогда он начинает хорошо спать и нормально развиваться в чем отличие мануальной терапии от классического массажа ну кто такой мануальный терапевт сначала мы скажем это врач имеющий три образования медицинские это общее образование но по имеется ввиду сейчас как бы врач общей практики да очень принято потом он должен иметь специализацию или в неврологии или в травматологии ну я например невролог вот это уже второе образование медицинское и третье он должен пройти первичную специализацию это четыре месяца в мануальной терапии то есть это специалисты имеющие четыре три образования медицинских вот и исходя из этих знаний он уже и из клиники из физиологии из этих он уже подбирает то лечение как которое нужно провести массажист к сожалению таким большим объемом знаний не обладает и поэтому ему немножко труднее чем доктору потом увидите мануальная терапия она тоже очень многогранна есть мануальная терапия суставов позвоночника есть мануальная терапия внутренних органов то что тоже проводится в нашей клинике когда доктор может поработать с печенью если у человека какие-то дисфункции в печени или желчным пузырем или там то что касается гинекологии урологии и это все тоже с этим доктор может работать кто-то из мануальных терапевтов работает с грудными детьми в нашей клинике мы например работаем с месячного возраста у каждого разный уровень опыта я например мануальной терапии занимаюсь 92 года то есть я уже 25 лет занимаюсь мануальной терапией с какого возраста и до какого возраста к вам обращаются люди ну начиная смечного самый такой возрастной у нас будет пациент 93 года у моих докторов было 97 лет видите возраст он не помеха ты смотришь в каком состоянии пациент и исходя из его состояния потому что есть сопутствующие какие-то заболевания сейчас например очень много тяжелых недоношенных детей приносит нам на лечение или например человек пожилой ему там 80 лет 87 лет и ему хочется улучшить качество жизни хочется чтоб не было болей и в основной массе таким людям помогаешь что нового еще в оснащении клиники поскольку у нас клиника специализируется на лечение позвоночника у нас очень много технологий и оборудование именно для лечения позвоночника потому что не все можно полечить и вылечить только с помощью рук вот у нас есть различные вытяжки позвоночника это есть сухие вытяжки и есть подводное вытяжение позвоночника у нас горизонтальное вытяжение когда человек ложится на помост такой закрепляется ремни он опускается в воду и дозирована без всякой боли некоторые вот боятся что во время вытяжения есть какая-то будет такого совершенно нет в воде в комфортном таком состоянии у человека производится вытяжение можно поясничного отдела позвоночника если есть межпозвонковая грыжа в пояснице можно проводить шейном отделе позвоночника и человек таких комфортных условиях лучше расслабляется и размер межпозвонковых грыж уменьшается человек гораздо себя легче чувствовать плюс во время вытяжения проводится подводный душ массаж то есть специалист струей воды массирует те проблемные зоны которые у человека есть но это не как моно идет процедура отдельная процедура а у нас идет разработана технология разработан комплекс то есть приходит человек доктор на первичной консультации смотрит какие у него проблемы поскольку клиника обладает очень широким спектром воздействий он уже знаю смотрит нужно в данном случае сухая вытяжка или ему нужно подводная вытяжка нужно ли кинезиоаппарат потому что например его очень эффективно можно использовать при межпозвонковых грыжах при сколиозах к нам очень много обращается подростков с разными формами сколиоза кифоза ну и так далее на этом аппарате уникальным можно очень хорошо восстановить подвижность суставах позвоночника и это в конечном итоге вот такой плюс назначается массаж плюс назначается мануальная терапия да то есть всем процессом руководит мануальный терапевт и человек получает не просто там там полчаса массажа или там полчаса мануальной терапии он получает очень такой широкий комплекс и поскольку такая технология очень эффективно то к нам приезжают люди но практически со всей россии потому что а нас уже много уже где знают вот и приезжают уже с очень тяжелыми заболеваниями то есть например приезжает человек там у него грыжа 11 миллиметров ему уже назначена операция и мы проводим такое лечение и через полгода он при приводит когда приезжает на следующий курс он приносит повторные снимки на томограмме позвоночника мы видим что грыжа уменьшилась до 5 миллиметров то есть это очень такой очень хороший результат не просто можно и она уже не нужна вот человек проводит дальше дальнейший курс лечения и через какое-то время мы будем опять делать повторные снимки и мы видим что у наших пациентов размеры грыжи уменьшаются и человеку уже операция не нужно или например человека была назначена операция по поводу артроза тазобедренного сустава или коленного сустава это реальные люди я рассказываю вот ты с ними работаешь и то же самое человек операция тоже не не нужна это за счет как раз той технологии которая у нас за 17 лет в клинике выработалась но и за счет моего опыта который уже больше 25 лет спасибо большое за интересную беседу спасибо будьте здоровы а я напоминаю что у нас в гостях был анатолий шумаков до свидания